Сдака это цедак, это справедливость. А чувак, как я уже сказал, это возвращение. Не раскаивание и так далее, не покаяние, а возвращение. И эпогеи этого мы достигаем в Йом-Кипур. А там уже мы достигаем таких вершин, что там уже не имеет большого значения, как мы подготовлены, как мы одеты. Потому что мы уже успели пробудить во Всевышнем такое, что мы ему хорошо-хорошо напомнили, кто начал первый. Мы начали или Он? Всевышний начал первый. Он нас сотворил. И Он нас сотворил вот такими, какими мы были с самого начала. Потом постепенно вся культура вокруг нас, которую тоже сотворил Всевышний. Все искажения поведения людей, все это поддействовало на нас так или иначе. Особенно остро мы должны это ощущать сегодня именно те выходцы из Советского Союза. И которые знают немножко историю, которая предшествовала этому. Мы прошли все гонения, особенно в последнее время. Я уже не говорю там о гонениях, когда нас согнали с земли израильской. Я говорю о том, что мы пережили в царское время. Несмотря на то, что царь русский считался намного лучше и намного правильнее, чем иноземные цари. Дам вам простой пример. Алта Рэбе, когда началась война между Наполеоном и Россией, что Наполеон был тем, который принес свободу народу. Он дал всем одинаковые права и так далее из местных. А в России еще свирепствовало крепостное право и так далее. И мы знаем всю жестокость отношения царей российских, особенно династии Романовых. Так вот, Алта Рэбе вышел явно на сторону русского царя. В войне с Наполеоном он объявил всем хасидьям, что каждый, кто может сделать что-то для России, что делать для России. Не дай Бог не поддаться и поддаться в сторону Наполеона. А против него вышли тогда очень великие евреи. Очень великие, большие садыки, большие люди выступили прозовью Алта Рэбе. И даже известная история, что в Роша Шана должен был этот конфликт решиться в чью пользу. И оба они почувствовали это и побежали в синагогу дуть в шофар. И он бы победил. Кто первый дошел, тот бы победил. Алта Рэбе забежал в микву, которая была ближе, чем синагога. Окунулся в микву и, будучи в ней, он вдул в рог в шофар. И когда тот добежал, второй, я не хочу упоминать свое имя сейчас, потому что не знаю, что он не святой. Он большой святой человек, но это не имеет значения сейчас. Он пришел дуть, трубить в шофар. Ой, он говорит. Дер Лютвак от них. Этот Лютвак, его называли Лютвак, потому что он был из Витебска, из литовской стороны. Они все были из Польши, из Украины, они говорили на другой идыш немножко. Он меня опередил. И все. И с тех пор Алта Рэбе, известно, как Наполеон искал Алта Рэбе, и их скрывали. Известно, как большие хсиди, Алта Рэбе, большие хасиды, которые умели владеть своими чувствами, ходили, как простые евреи, которые побираются по лагерю французов и запоминали то, что надо. И потом доносили русскому царству, русским войскам. И поэтому Алта Рэбе, как только он начал убегать от Наполеона, когда Наполеон наступал, к нему казачество приставило большую-большую охрану, и его все время сопровождали. А Алта Рэбе все время писал письма, молитесь евреям за победу нашего царя. Короче, когда все это прошло и это кончилось, в этом побеге Алта Рэбе потерял здоровье много, и в конце он скончался, еще до конца победы он скончался, но обещал, что будет победа стопроцентная. Не может быть, чтобы небо позволило, он говорил, чтобы вот такая чума дошла до нас. И тут спрашивается вопрос, почему это произошло? Почему Алта Рэбе видел там горы, а во тьме он видел бы добро? То есть получается, что он смотрел на добро, как на лютое зло, а на лютое зло он смотрел бы на добро. Это нам объяснял потом его наместник, его сын Миттел Рэбе, средний Рэбе, который писал очень-очень глубоко в хасидизме, очень трудные вещи писали, глубокие. И он писал, что русские цари происходят в духовных мирах от корней сферы хасид. Хасид. Сфера хасид. Хасид это милосердие, милость, милосердие. А французы, то есть Наполеон, это посланец с другой стороны от Медата Гвура. Гвура – это сила, не там жестокость, там есть много жестокости. И он выражается такими выражениями, что он сниспослан в наш мир, чтобы пить нашу кровь, чтобы убивать без жалости на всех. И вот так он выражает это в письме Миттел Рэбе. То есть мы знаем сейчас, что Наполеон, когда он несет нам свободу, гражданскую свободу, то это примерно как принесли нам коммунизм. Может быть, еще хуже. Про коммунизм так не выражался Рэбе, и даже если мы мучились, наши люди больше всех были затронуты сталинским террором. Но, вместе с тем, такого выражения, как про Наполеона Миттел Рэбе выражался, там нет. И вот. Значит, мы дошли до того, что Йом-Кипур имеет какую-то большую-большую связь с самой сутью связи евреев со Всевышним. Эта суть работает совсем иначе. Она не работает, как все остальное. То есть это, как, скажем, обычные телефоны и телефоны сегодняшние. И сегодняшний компьютер, и сегодняшний интернет, и что ты можешь сидеть в одно время и видеть, что делается за океаном и так далее. Эта связь совсем другая. Это не кабельная связь. Но эта связь есть. Из чего состоит эта связь? И за счет чего она состоит? Вот. Алтар Рэбе пишет в Герет Ачува, в письмах Ачувы, как возвращается, он пишет так. Он пишет, представь себе веревку, состоящую из 613 ницей. Сплетенные, если что-то, 613. Каждый грех обрезает одну, отрезает одну. Каждая митва закрепляет ее обратно. И вот так мы существуем. Это наша связь со Всевышним. А чтобы это отрезать, и совсем отрезать, даже те евреи, которые переходят в другую религию, не дай Бог, они все равно возвращаются. Не может быть, чтобы еврей не вернулся. Такого не бывает. В этом поколении или в будущем. Кто-нибудь из его детей, внуков, правнуков. Несмотря на то, что, между прочим, Карл Маркс крестился, ему было тогда 6 лет, когда его отец крестил. А дед его был, как ни странно, его дед был очень большим раввином. И в суде он был главным председателем вот этой судебной коллегии. И когда разбирали дела, какие-нибудь требования богатых бедным или наоборот, он всегда был на стороне бедных. И так и написано там, где я читал его биографии, его семьи на иврите, на святом языке на нашем. Там написано «Лео Савал Пней Ашир». Если перевести дословно, это значит, что у него было нетерпение к богатому. Вот такое. И всегда чаша весов перевешивала в сторону бедных. Теперь мы уже понимаем, как произошло то, что дед был такой, то есть отец был такой, что у него был такой отец. И тогда он уже крестил сына тоже своего заодно, чтобы помочь бедным, понимаете? А сын вовсю, во весь рост стал помогать бедным в этом мире, ни с чем не считаясь. Я был свидетелем одной интересной вещи в 1969 году в дворе Любавичского Рэба. Знаете, там проходило очень много евреев. В 1969 году, в начале 1970-го уже были некоторые, подобно мне, что вышли из Советского Союза. И они тоже приходили туда. И каждый хотел каким-то образом совершить какую-нибудь показуху Рэба. И один проходит и говорит, я помню, как сейчас, знаете, я был на могиле вашего отца в Алма-Ате, и мы там что-то делали, чтобы… Рэба очень много радужно к этому относился, ну, дал им доллар, как всем, и иди дальше. А потом… Потом… Прошел человек, это уже было потом на… Он зашел на аудиенцию. Это было на аудиенции, и он потом нам сам все это рассказывал. Был такой современный такой человек, который знал все. И он сказал, что когда он зашел на аудиенцию, а так как Рэба очень часто говорил, что за вот этим железным занавесем находятся наши братья, сестры, их надо оттуда вытаскивать. А Рэба, между прочим, был против демонстрации, против пытаться каким-то образом повлиять силой на ханство, на Советский Союз. Он был очень против этого. Он это выражался открыто. А были кто говорил, что демонстрации надо делать, надо делать всякие там… Всякие мероприятия против Советского Союза. Рэба был против этого. Он говорил, что надо найти язык с ними. Это орешек, который надо уметь расколоть. Его не расколешь просто так, взять на столбцами. Так вот. Тогда Рэба сказал, этот рассказывал человек, что нашел к Рэбе, и начал ему говорить, вы знаете, я знаю, сколько там у вас пострадал ваш отец. Это же был ужас какой, что они сделали там с ним. Были его издевались над ним в тюрьме во время расследования, а потом, когда его сослали куда… Короче, и вот такие вещи начал ему говорить. И вся эта вообще, вся эта система, и весь этот коммунистический лозунг, как такое может быть? Ну, Рэба спокойно остановил его и говорит, скажите, а вы ничего положительного в этом не находите, потому что есть коммунистов в их признаниях. Он очумел. И вот на этом это кончил, он сам рассказывал, он не понимает, как у Рэба может быть мнение, что там есть что-то хорошее. А то, что они взяли, переписали нашу Тору, наши, можно сказать, десять заповедей, они, кроме того, что связано с Богом, они переняли человек человеку, друг, товарищ, брат. Помогаем ближнему. Это же все моральный кодекс строительства и коммунизма. Окей, мы идем дальше. Итак, наша цель достигнет того, чтобы мы в конце концов осознали, что такое Йом-Кипу. Субтитры создавал DimaTorzok